Всем здарова, а также еще и привет! Уже весь ютуб заполонили прекраснейшие видео по типу ТОП-10 стартеров лиги Дозор, в скобочках позор, ТОП-5 лучших билдов для начала лиги, ТОП-34 билда для того, чтобы на третий день пойти в доту и так далее. Так вот, так вот, теперь я решил выпукать свое видео, но оно будет содержать в себе один билд, один. Вы спросите, почему не ТОП-10? Здесь, извините, а почему один? Потому что, потому что мне похуй. Это во-первых. Во-вторых, я не хочу никогда рекомендовать в том, в чем я не разобрался. А разобраться в каких-то других билдах мне впадло. Поэтому мы идем на мое прекраснейшее, замечательное видео на платформе YouTube, которое я выложил еще к прошлой лиге. Которое всем пошел нахуй. Которое состоит из заскамленных билдов у других людей. И так как я в прошлый раз стартовал билдом через взрывную стрелу, то теперь я буду стартовать на баночнице. Вообще, естественно, я не по этой причине выбрал баночницу. Я просто, если что, в этом видосе расскажу, на чем стартую я, почему и так далее. Во-первых, это не просто баночница. Я начну на баночнице, начну на Poisonous Concoction, но потом я хочу максимально рано, как только у меня появится возможность, сразу же респектнуться в прекраснейший билд Lightning Strike. Я думал изначально на нем стартануть. Он мне очень понравился в прошлой лиге. И в этой лиге есть еще некоторые возможности, почему он хороший. В частности, в частности, в ГГГ еще добавили замечательный Forbidden Flame новый джевелл на рейнджерку, который будет давать more эффекта non-damaging ailments и спред этих ailments к другим. Соответственно, это эффект бритла, который дает нам флотовый крит по мобам, либо эффект шока, чила или еще чего-то, что очень приятно и, возможно, даже хорошо зайдет в этот прекраснейший билд. Но выбрал я еще до того, как это показали, потому что мне просто очень понравился этот билд, очень понравилась его скорость, ДПС и так далее. Собственно, стартовать я буду на банках. Почему не на Lightning Strike? Потому что без плюс-минус нормальных перчаток, плюс-минус нормальных коготочков и... пример, ебаный, дверь закрылась ветром, я испугался. Думал, опять что-то взорвалось. Вот. И желательно фарула для более приятного геймплея, со стей на чаржей и так далее. Соответственно, соответственно, стартовать на этом билде не очень хочется, потому что без хотя бы минимальных вложений билд говно. Поэтому я стартую на банках. Что особенно приятно, дерево банок очень похоже, плюс-минус, на дерево, собственно, Lightning Strike. Поэтому не так много придется респекать, не придется покупать 200 регреток, а всего лишь там что-то около 100. Похуй. Самая большая проблема в том, что придется респекать Ascendancy, потому что Ascendancy тут не то. Тут Ascendancy рейдерки, тут Ascendancy, собственно, баночницы. Но Poison Skog Action, я на нем играл в некоторые, так сказать, отдельные лиги, которые по типу Дельва, или просто прокачайся, хуй пойми, куда что-то сделай. И это один из самых лучших и приятных билдов, для того, чтобы добраться с первого акта до каких-то там, допустим, красных карт. Потому что этот билд скейлится буквально от банок. То есть вы просто улучшаете свою лайфбанку и за счет того, что вы ее улучшаете, растет ваш ДПС. И этого уже достаточно, чтобы там куда-то залезть. У билда неплохой урон, но в лейте его не так много, потому что это Poison, его надо настакивать, надо ебаться с билдом, поэтому в лейте я на этом играть не хочу, потому что я не хочу ебаться с этим билдом. Потому что я могу не ебаться с Lightning Strike и получить миллиард ДПС. Вот. Просто мне нужна какая-то стартовая валюта. Поэтому я выбираю баночницу на Ascendancy, как ни странно, баночницы. И как это происходит. Начинаю, естественно, так же, как в гайде. Естественно, мы идем, берем хотя бы чуть-чуть лайфа, дексты и статов, если нам их вдруг не хватает. И сразу же идем на клоу-моды. Да, Poison Concoction у нас работает на анармде, то есть у нас не будет оружия. Но тут у нас есть, во-первых, очень приятный мод на мобы не могут по вам критануть, что очень хорошо сейвит от ваншотов на картах. Но на актах, не то, чтобы я сильно хотел это качать, на актах я, скорее всего, буду брать 10 лайф, гейн, фурыченами, хит, байоратакс и мана. Что нам даст гораздо более приятный састейн, мана и хп. и помимо этого, ну в принципе нам этого хватит, потому что ближайший састейн мана и хп у нас достаточно далеко, а тут уже на первых левелах нам не придется сильно ебаться с тем, чтобы прожимать хп банку и прожимать мана банку. В принципе, этого должно быть достаточно. Хп пул у нас будет небольшой, а хитов будет достаточно много, потому что у нас в линках с... где это, блядь? с пользой кококшеном у нас и вис, и greater multiple plurodge, и greater volley, на первых актах это просто мультипроши воли, которые берутся все равно, очень много пользы приносят. Плюс очень приятный левелинг за счет флагберера, но к скиллам я вернусь чуть позже. Собственно, возьму вот это, возьмем замечательный нод на poison, на левые ноды мы забьем хуй в начале, и пойдем направо. Возьмем, естественно, все ноды на poison, в случае недостаточно accuracy, сразу возьмем моды на accuracy, пойдем выше, suppress заигнорим в начале, я думаю, он не особо нужен, когда его не так много, возьмем сразу же моды на poison, потом возьмем в лабе замечательный мод на дохуя, скорее всего, move speed и attack speed, чтобы просто быстрее пробежать акты, после этого возьму, естественно, мод на spread poison, что даст нам более приятный clear и больше дэмэджа, потом, естественно, еще больше house дэмэджа, и больше орех эффекта, что сделает наш клир еще приятнее, и уже потом моды на банке аж в четвертой лабе. Возможно, я чем-то неправ, и возможно, качать надо как-то по-другому, но важный момент, мне похуй, я, возможно, поменяю свою раскачку по ходу актов, в зависимости от того, как я разберусь в билде, поэтому, естественно, смотреть мои стримы по тому, как я раздрачиваю акты, очень хорошая идея. Ссылка в описании. Вот. Потом, естественно, я возьму дефолтные моды на дэмэдж овертайм и лайф, возьму еще лучше со стейн хп, и перекачаю вот эти вот штуки на криты, ну, чтобы мобы не наносили криты, и уберу здесь лайфгейн он хит, и потом уже можно пойти сюда. Важный вопрос, зачем берутся ноды на мечи, при условии, что нам они нахуй не нужны. Чисто ради састейна пауэр чаржей на хит, потому что мы потом будем играть со снэйкбайтами, это перчатки, которые дают нам дохуя дота на поизон за каждый френзи чарж, а френзи чаржи, если пока мы бегаем с мобами, мы настакиваем просто через то, что мы их убиваем с блод рейджем включенным, то на боссах нам их как-то тоже надо состейнить, поэтому мы возьмем chance to gain френзи чарж он хит. Да, нам придется проебать 4 нода, но лучший варианта нет, лучше это либо аномалус блод рейдж какой-нибудь, который стоит на старте лиги примерно миллиард, поэтому нам это не нужно. Естественно, мы потом уже доберем и блок, и моды на френзи чаржи, когда у нас уже будет их састейн, и так далее, потом уже пойдем налево. В принципе, с прокачкой все, перейдем к скиллам. В скиллах у нас тут очень приятный билд, почему? Потому что у нас и Determination, и Grace, и Purity of Elements три самые прекрасные и самые сексуальные ауры в игре на Defense. Потому что тут у нас и Мунг с состоянием и упрощенный на стак резистов, а тут у нас и Армор и Увороты. Так как у нас High Level Enlightened и Шляпы сначала не будет, скорее всего, я пожертвую какой-нибудь Грейсой, посмотрим в зависимости от того, как я буду себя чувствовать. Это я, естественно, еще по менеджу на стриме. Опять же, ссылочка в описании. Да. При этом Define's Banner, Geralt of Agony и Precision, потому что, по-моему, меткости в билде немножко не хватает. Plug Bearer это та самая механика, которая поможет нам с клиром, в зависимости от того, сколько мы поизона наложили на мобов и насколько мы их сильно этим поизоном отъебашили. у нас будет настакиваться круг вокруг нас и при его активации мы будем убивать мобов просто тем, что мы ходим по типу Праведного Огня или же РФ. Тут у нас как раз настак френзиков через Blood Rage и Visering Step для просто упрощения плюс Иллюзива плюс секса. Enhance я юзать, скорее всего, не буду, потому что к моменту, когда у меня появится валюта на Enlighten и так далее, я уже, скорее всего, буду респекаться в другой билд. Вот. Val Mountain Shell Increased Duration Ancestral Protector у нас все понятно. Death Mechanica Increased Duration опять же Death Mechanica Flame Dash на перемещение Ancestral Protector на много атак спида. Pozen Concoction у нас с дефолтными самыми Chaos Ilement саппорт гемами на Visus Proge Void Manipulation Unbound Diamonds на много демеджа и много Proge много баночек с вот этих двух, о которых я уже говорил раньше. Ну и Dispair у нас будет в кольце, но так как, опять же, я буду респекаться скорее всего до того, как я получу Dispair на кольце, я его буду кастовать своими ручками на боссов сам. Вроде как все. По айтемам оружия у нас нет, потому что для каста банок нам оружие не нужно, и с наличием оружия банки не будут нормально работать, поэтому у нас только щит на Suppress и много резистов, плюс HP, Devouring для демо, просто чтобы всунуть все ауры и упростить sustain маны, грудак на много хаос демеджа, снэкбайты как раз на френзи чарше миллион урона с этих снэкбайтов, сапоги самые дефолтные на HP и Suppress, то есть мы пытаемся сделать кап Suppress в билде, поэтому у нас Suppress и на щите и тут и там и здесь, а в начале похуй. Идем дальше, амулет естественно на левел и дот, самый дефолтный амулет на любой хаос билд, покупаем на трейде и так далее, скорее всего я до этого амулета не дойду, кольцо у нас идет уникальное, второе, точнее это первое кольцо, первое кольцо у нас идет уникальное на Геральтов Агане, опять же много демеджа с Пойзона и второе как раз то что я говорил на Dispair, либо опять же HP резисты самые обычные кольца, пояс тоже HP резисты плюс там Пайботыч говорил, что нужно то ли Reduced Flass Charges то ли Increase Flass Charges Gain, то ли Reduced Flass Charges Used, что-то такое, мне будет похуй, потому что я в стартовой версии только играю, и Abyssal Jewell на Phasing при келе плюс дефолтные статы, банки у нас будут самая большая какая у нас может быть именно Recovers Life банка, на банку мы накидываем как можно больше quality 28 или по-моему даже 30 можно накинуть через синдикат, что очень приятно, потому что чем больше банка регенит HP, тем больше мы можем восстановить, и что важнее, тем больше наносит наш скил, потому что демедж нашего скилла полностью скейлится от этого значения, сколько нам хилит банка хитпоинтов. и естественно иммун к бледу и стат на банке increased amount recovered, как раз чтобы эта цифра выросла и соответственно вырос наш DPS. Банка на move speed, топазная банка на lightning res, и скорее всего ее можно как-то скалировать в зависимости от того, какие у нас резисты, где находятся, руми на блок, потому что, как я и говорил, мы берем блок нодов и taste of hate, которая просто уменьшает физический урон получаемый и переводит их в элементы, что приятно и делает наш билд более выживаемым. Ну и обычные самые джевелы на attack speed и хп. На одном из джевелов или даже на двух можно взять energy shield gain, потому что energy shield, если вы все-таки дойдете до devouring демо у нас будет на мане, и его sustain упростит нам sustain маны и собственно дальнейшую нашу жизнь. Вочерай берется на блок под D-Termine. Еще так как в билде есть precision, можно взять например attack speed под precision, почему нет. В принципе на этом по основному билду все. Что я буду делать потом? Потом я буду респекаться естественно в ликнинг strike, когда у меня появится валюта хотя бы на вот эти первые три core предмета и может какие-то еще приколы посмотрим. Я сразу буду респекаться, потому что я хочу много урона и приятный геймплей. так как особо нам тут респекать много не надо будет, то есть минимальное количество нодов, то есть вот это вот все вот это останется, вот это останется, вот это тоже останется, тут тоже это все будет и так вкачано, то есть нам не так много надо будет респекать, основная проблема это набрать шмотки и перекачать ascendancy уже на рейдера на рейдера у меня есть видос на банке у меня тоже есть видос который я показывал ссылка тоже будет в описании естественно и в принципе на этом все еще один важный момент lightning strike можно левелить вместо собственно самого lightning strike на spectral helix на нем как раз он играл paybottage вроде как оно у него получалось очень даже хорошо и успешно он в каком-то мид сетапе закрывал симулякр но 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 важный очень момент скилл дерьмо ебаное может он нормально настакивает урон супер похожее дерево с этим с lightning strike практически идентичный саппорт гем но важный момент скилл полная хуйня то есть вот он у меня тут есть я его сейчас заменю и то есть вокруг вас будут летать вот такие вот ножики и они за вами не летят а остаются на том месте где вы их накидали то есть вы бегаете покидали ножиков бегали покидали ножиков то есть мне этот скилл отвратителен он мерзок и неприятен поэтому даже если он сильный я на нем играть не хочу и я лучше респектну ассенданси классы полдерева чем я буду играть на этом говне в принципе на этом все если вы захотите попробовать поиграть на этом скилле возможно он будет даже сильнее чем то на чем играю я а именно банки но опять же я собираюсь как можно раньше респектнуться поэтому поэтому если вы захотите поиграть на спектрол хеликсе на левелинге или на чем нибудь еще советую посетить например того же пайботача который его тестил я думаю он вам все с удовольствием расскажет а я на этом моменте замечательном с вами прощаюсь желаю прекрасного старта лиги не забываем заходить на стрим во время этого старта лиги естественно будет также стандартный дневник билда и прочие приколы всем до свидания